Дорогие друзья, сегодня для вас мой новый рассказ, который я написала на русском и на немецком языках под названием «И сегодня, как вчера» или на немецком Новый день можно воспринимать по-разному. Для одного он будет такой же, как вчера и как позавчера, и может быть такой же, как он и будет завтра. Да, всё понятно, всё ясно, всё банально, всё просто, может быть сложно. Для другого – это извечное приключение, это постоянная неожиданность, это загадка, это чудо. А как на новый день смотрите вы? Итак, свой рассказ я начала цитату Фридриха Шиллера. «Каждый день – это новая возможность заняться тем, чем вам хочется. Красиво. Начнем». Как вы просыпаетесь? С каким настроением открываете вы глаза? Начинается еще один день. Раннее утро. Движения плавные и неспешные. Мысли о предстоящем и насущном разносятся где-то далеко и едва слышно, словно бы иллюзия. Новый день пришел. Призываю вас стать с постели и вместе с ним пройти все испытания, сделать тот или иной выбор и шагать дальше. Каждый просыпается по-разному. Для одного новый день – это возможность что-то изменить в жизни и сделать лучше. Для другого – это вовсе новая жизнь, как для новорожденного ребенка. Для третьего все так же, как вчера и позавчера и много лет назад. Никто не смотрит на мир одинаковым взором. Однако любопытно, кто же из этих трех прав. Переживаем ли мы изо дня в день те же события, встречаем ли мы и тех же людей, решаем ли мы и те же проблемы и задачи. Иногда кажется, словно бы ничего не меняется, все застыло на месте и целой недели со свойственным им наполнением, в виде постоянного места жительства, привычных занятий, обязанностей и забот и неискончаемой работы, превращаясь уже в года, представляются почти что одинаковыми. Я вспоминаю время, когда я еще была студенткой. Часто меня охватывали размышления о том, что после волнительных лет студенческой жизни, со множеством интересных и увлекательных предметов, пусть даже с теми, которые не всегда приходились по душе, а также с захватывающими дух событиями из университетских будней, неизбежно должны наступить скучные рабочие дни. Восемь часов каждый день, с понедельника по пятницу, одно и то же, обыденное, пока человек наконец-то не состарится, и его волосы в безжалостном ходе времени не покроются сединой, и он не выйдет на пенсию. Подобного рода картинки довольно-таки часто проносились в моей голове, и, честно признаться, до ужаса меня пугали. Мне хотелось найти какой-то выход из этого печального замкнутого круга. При этом мои знакомые, друзья и родные всякий раз посмеивались надо мной, стоило мне лишь заговорить на эту трепетную тему, и всегда отвечали, «Ольга, такова жизнь, смирись, что поделать?» Однако глубоко внутри я чувствовала, что что-то в их логике было ложным, чего-то недоставало, ведь если одна часть жизни может быть столь многогранной и полной, то другая ее часть не может всегда быть серой и безликой. При этом каждый человек выступает одновременно и учителем, и учеником, и совершенно не имеет значения, понимает ли он это, желает этого или нет. Мы усваиваем новые знания ежечасно, ежеминутно, ежесекундно, даже во время сна, когда мы видим грезы, и в голове возникают неожиданные, порой причудливые образы. И наоборот, каждый передает различные вести в окружающий мир. Так устроена жизнь, безостановочные приемы и отдачи являются ее естественными свойствами. Таким образом, новый день никогда не сможет оказаться таким же, как вчера. Разумеется, он берет корни из ближайшего прошлого, и все же новый день всегда отличен от предыдущего. Другое дело, что далеко не все люди воспринимают эту непохожесть. Напротив, руками и ногами они противятся любым изменениям и свежим веяниям. Однако результатом такой борьбы становится лишь горькое разочарование и упадок духа от того, что в их жизни ничего не случается, и вся жизнь видится монотонно и блеклой. Либо же от того, что в жизни нет ничего стабильного и постоянного. Итог при этом схож. Человек ощущает недовольство и, в конце концов, опустошенность. Стоит лишь обратить взор к книге, которую вы уже ранее, возможно, месяц или даже лет 10 тому назад прочли. Если сегодня вы откроете первую главу, то впечатление от прочтенного будет совершенно иным, чем в прошлом. Звучит, конечно, странно, ведь книга осталась прежней. Та же обложка, те же буквы, те же слова и предложения. Более того, автор книги не поменялся так же. И все же у нас возникает чувство, словно бы речь идет уже о новой истории с едва знакомыми героями. И, само собой, после вкуса и будет иным. В общем-то, здесь заключается простой и банальный ответ на вопрос, зачем же перечитывать классиков спустя какое-то время. А затем, что мы не сидим на месте, подобно глиняным извояниям. Напротив, человек в сродне реке, который кажется неподвижной, однако мягко и непрерывно течет под обманчивой ровной поверхностью. За многие годы или даже за один единственный день вы изменились. Пусть даже капельку, однако, книга уже будет оказывать совершенно иное впечатление на вас. Мы читаем, перед глазами возникают новые картинки, и в голове рождаются новые мысли, возникшие из книжных строк и нашего сегодняшнего восприятия. Возможно, между строк вы также с удивлением заметите идеи автора, на которые прежде не обращали внимания. И вот уже свежий опыт, новый диалог с писателем и самим собой. Как учитель-наставник в английском, немецком и французском языках, я регулярно провожу занятия с учениками, среди которых и взрослые, и дети. Им я передаю свои знания, собранные мной отовсюду по крупицам на протяжении многих лет, а также пополняемые и расширяемые мной каждый день новыми деталями и нюансами. В них я вижу своих последователей. Разумеется, достаточно часто мне приходится повторять, казалось бы, один и тот же материал, а также проверять, что новая информация была усвоена верно и более не представляется для моих учеников чем-то заоблачным, иными словами, некой китайской грамотой, но становится их личным знанием, созвучие, собственным опытом и восприятием мира. Каждое знание должно сразу же применяться на практике в соответствующем контексте, иначе в лучшем случае оно превратится в занимательную информацию, которую человек услышал, но близко к сердцу не принял. Поэтому многие люди учат иностранные языки годами без особого успеха, в конце концов отчаиваются и вешают на себя ярлык человека, не способного к языкам, что является ложным по своей природе. Именно в этом заключается искусство обучения. Представить материал таким образом, чтобы он был принят, переварен и усвоен, при этом в той форме и в том объеме, которые необходимы в текущей ситуации и пойдут на пользу. И как нередко сегодня можно услышать, у каждого человека собственный способ восприятия, в том числе личный взгляд на окружающий мир, свои таланты и склонности, и, что самое важное, индивидуальные интересы. Для достижения положительных результатов требуется учитывать все. При этом сам процесс обучения должен постоянно пробуждать и усиливать любопытство. Другими словами, должен быть связан с интересами конкретного человека. Пройденный материал далее встраивается в личную систему ценностей и картину мира, а также расширяет общие горизонты восприятия человека. И в этом процессе нет места повторению или скуке. Это чистое созидание знаний, это построение, развитие и огранка другой личности и души, которая в будущем будет уже самостоятельно применять освоенное, с учетом собственных черт характера и особенностей. По этой причине я всем сердцем люблю обучающий процесс, и рассматриваю его скорее в качестве создания неповторимой скульптуры, формы которой не застывшие, но наоборот чрезвычайно текучие и изменчивые. Разумеется, существует и второй путь для учителя, который, возможно, некоторым покажется легче, однако является крайне унылым, банальным, в конечном счете малополезным для обеих сторон, как самого учителя, так и ученика. Можно сказать, что каждый день похож на предыдущий. И это будет личное ощущение человека, которое для него будет верным. В результате подобного отношения всякая деятельность уже заранее будет видеться такой же, как вчера. Без какой-либо новизны, все как обычно, никаких исключений, все известно и стабильно, однако одновременно серо и бессмысленно. Ведь без мечтаний, вдохновения и волнений мы теряем понимание того, а зачем мы вообще живем, для чего каждый новый день бежать по одному и тому же будничному кругу с утра и до позднего вечера, так постепенно теряя за соли жизни. Уходит душевный подъем и очарование миром. На смену им уже спешат опустошенность, постоянным чувством усталости, раздражением и унынием. Само собой, в таком плачевном состоянии никто не способен замечать новое и тем более творить. А что может этот человек дать другим людям? Ведь мы делимся лишь теми знаниями и переживаниями, которые в нас самих присутствуют. Таким образом, во внешний мир мы транслируем то, что у нас внутри. И если вновь затронуть процесс обучения, то он будет казаться серым, одинаковым, малоинтересным и бессмысленным не только для ученика, но и для самого учителя. При этом ни один из них не остается прежним. Каждый день происходят события, которые с первого взгляда не всегда различимы, но ведь это совершенно не означает, что изменений нет. Когда поверхность видится ровной и спокойной, подводные потоки зачастую чрезвычайно мощные и быстрые. Также и в обучении ученик приходит на занятия со своим особенным настроением и новыми переживаниями. Учитель также за эти несколько дней или часов встретил на пути определенные события, пусть даже крошечные, сопутствующие им эмоциям и впечатлениями. Оба со временем их последней встречи уже изменились, и этот факт на деле является самым прекрасным, что может произойти с человеком. Ведь учитель вновь со всей страстью и рвением отдается любимому делу и представляет свои знания ученику в элегантных и полных творческой жилке образа. Он созидает, оттачивает свое мастерство, а также чеканит и придает те или иные грани своей живой скульптуре знаний, чья конечная форма в будущем принесет благо и порадует взор как самого учителя, так и ученика и окружающих людей. А что же в этом случае чувствует сам ученик? Со своей стороны он также получает ощущение, что время было проведено с пользой, и его восприятие и личная реальность расширились. Послевкусием станут радость от новых приобретенных знаний, гордость за себя самого, что он способен достигать цели, а также любопытство и интерес. А что же произойдет дальше, и какие новые навыки и умения он освоит и впоследствии уже будет принимать самостоятельно в жизни? Для поддержания телесного здоровья и физической бодрости нам требуется своевременно принимать пищу. Аналогичным образом наша душа и личность нуждаются в освоении знаний, чтобы себя питать, развивать уверенность в себе, обрести и сохранить свободу в нашем многомерном, многоплановом и нередко запутанном мире, а также быть в состоянии с чистым взглядом, принимать верные решения. Чем больше мы знаем, умеем, пробуем, тем шире и интереснее становится наша собственная жизнь. Тем разнообразнее наши возможности, и, наконец, тем счастливее и полнее будет наш жизненный путь. При этом каждый человек одновременно выступает в роли учителя и ученика. Ведь мы постоянно постигаем что-то новое, внедряем полученные знания на практике и делимся нашим опытом, к сожалению, не всегда самым радостным и лучшим с другими людьми. День не повторяется никогда, сегодня уже не будет таким же, как вчера, хотя и кажущая вся схожесть может с легкостью обвести вокруг пальца кого угодно. Разумеется, новый день, новые события и новые встречи не приходят из ничего. Иначе мы бы все пребывали в хаосе, не имея долговременных целей и желаний. Настоящее строится на прочном фундаменте, который мы называем нашим прошлым. И то, каким образом вы проживаете день сегодняшний, какие эмоции вы испытываете сегодня, какие знания вы приобретаете сегодня и отправляете в свою незримую копилку опыта, отразится на вашем завтра с соответствующими событиями, сперва небольшими, едва ощутимыми, соответствующими впечатлениями, задачами и вопросами. Вы меняетесь и развиваетесь непременно, непрерывно. Также другие люди, ситуации и условия не стоят на месте и не бьют баклуши. Все находится в вечном движении. И когда человек жалостливо сетует, ничего никогда не меняется, все тоже и все одинаково, он в корне не прав. Ведь уже своими словами и своей четкой позицией, о которой он заявляет, человек принимает решение не замечать нового своей жизни со всеми сопутствующими такому выбору последствиями. И он вместе со своим миром уже идет направлений, которые, скорее всего, его не обрадуют, что же до перемены они будут происходить как вокруг него, так и в нем самом, в любом случае. В конце концов, каждый имеет право следовать тому пути, который в данный момент представляется ему самым лучшим, доступным и удобным. Всему свое время, гласит всемирно известная поговорка, мы воспринимаем лишь те явления в той мере, в которой мы уже созрели. При этом преобразование и развитие совершаются беспрерывно. Память ничего не выбрасывает и не стирает, вся информация бережно хранится внутри и в один день увидит свет. И только от нас самих зависит, какие мысли, идеи, эмоции, знания и переживания мы воплотим в яйд. Лимон за его кисловатый вкус можно положить в темный угол и оставить его там пылиться, пока он не испортится. Либо же можно приготовить освежающий и благотворный напиток, лишь добавив к нему воды и пару ложек меда или кубиков сахара. Что до меня, то без лимона я с трудом представляю свой день. Лимон вкусен для меня в любой форме, будь он с медом или же просто так. И напоследок мои стихи для вас, дорогие друзья. Новый день уж на пороге, удивит ли он меня? Утро ранее, сумрагом окутанной дороги, мир еще не пробудился ото сна. Будет ли сегодня так же, как вчера, все известно и ясен и проторен путь? Только от чего-то на душе тоска, скука и потухли лучезарные глаза. Может, нужно жизнь мне изменить, все поставить на коны и с ноля начать, чтобы радость будни ощутить, снова чувствовать, надеяться, мечтать. Только от себя бежать не убежать, ключик от замка висит внутри. Важно полным сердцем осознать, счастье мелоча и в самом пути. Новый день ждет на пороге, чем порадуешь ты, друг, меня. Знаю, будешь ты интересным, новым. Каждый день мой свеж, с глаз упала перена. Благодарю вас, дорогие друзья. Я желаю вам, пусть каждый ваш день будет свежим, новым, интересным, полным впечатлением, интересных событий, новых людей и всегда обогащает вас. И замечайте эти маленькие изменения, в этих мелочах, и таится вся радость жизни, вся изюминка вкусная и волшебная. До новых встреч, ваша Ольга Пальникова. Благодарю вас. Всего доброго.